С 21 по 27 марта во Владимире впервые состоится международный фестиваль Бэйби-спектакль и театр кукол «Малышок». У нас сегодня в эфире расскажут гости об этом подробнее. Итак, у нас в студии Марина Протасова, главный режиссер Владимирского обоснования театра кукол, и Светлана Малькова, зав. литературной частью. Здравствуйте. Здравствуйте. И вы же и организатор, и идейные вдохновители этого фестиваля. Итак, Марина Геннадьевна, с чего все началось, как пришла такая идея? Я знаю, что подобного формата фестиваля существуют для юного зрителя, столь маленького, но чтобы называлось это бэйби-спектакль, такое, наверное, впервые. Это впервые у нас в городе, надо так сказать, потому что в Москве проходят вот такие фестивали, бэйби-спектакли, они проходят, по-моему, уже два раза проходили, и организаторы этого фестиваля, Варвара Коровина, фестиваль называется «Кукуся». Вот видите, еще смешнее, чем у нас. Поэтому мы Варвару Коровину пригласили к нам в гости, она одна из наших почетных гостей, она приезжает к нам со спектаклем. А кто она? Она программный директор детского театрального фестиваля «Маршак», продюсер, арт-директор других фестивалей, и конкретно фестиваля «Кукуся» в Москве. Вот, и поэтому мы пригласили ее не просто так, она будет проводить с нами тренинги и мастер-классы с нашими актерами, с участниками фестиваля. То есть еще и такая дидактическая задача, несмотря на то, что это будет такой интересный, зрелищный момент. Вообще формат особенный, ноль плюс. Это особая категория даже для театра кукол, когда детки настолько еще маленькие, настолько еще и надо, чтобы вот это пространство между зрительным залом и самим зрителем было очень близко. Вот из вашего опыта у нас не так много таких спектаклей, хотя есть, да, которые отвечают этому возрасту. В чем особенность, в чем их специфика? Сегодня в нашем репертуаре, в нашем театре на подушках, пять спектаклей из этого репертуара. Всего пять. Зрителей невероятное множество в нашем городе, но причем приезжают из области часто, из других городов. Поэтому мы просто не успеваем за спросом. Вот в этом театре, маленьком театре на подушках, мы не успеваем отвечать на спрос зрительский. Поэтому, наверное, у нашего директора, у Ирины Олеговны Поповой, и родилась такая идея создать вот такой фестиваль и открыть его именно в год театра в России и в год нашего юбилея 50-летнего. Мы решили попробовать. Если эта идея приживется, и для наших зрителей это тоже праздник, потому что они увидят вместо пяти наших спектаклей еще дополнительно несколько новых, совершенно новых спектаклей по форме и по идеям. Поэтому я думаю, что во всех отношениях эта идея великолепна. И мы сделаем все, чтобы эта идея состоялась, чтобы наш фестиваль процветал, и чтобы у нас открылся не только первый открылся фестиваль, но и второй, и третий состоялся, и чтобы мы и дальше принимали гостей у себя. У нас рядом еще находится один персонаж. Я не про Светлану, а про того, который сидит у нас за столом. Это тоже некий такой олицетворяющий момент, образ, который будет приносить удачу всему фестивалю. Светлана, расскажите о нем. Это наш Филиппок. Он герой нашего спектакля «Сказки дедушки Толстого». И он вместе со спектаклем будет участвовать в фестивальной афише. Кто займет почетное место в этой фестивальной афише? Какие спектакли? В фестивальной афише 10 спектаклей. Театры кукол приедут к нам со всей России. И так как именно бэби-спектакли, они сейчас только-только развиваются у нас в России, поэтому театральные коллективы только начинают работать в этом направлении. И не во всех театрах в России есть именно спектакли на подушках такого плана, на подушках или на ладошках спектакли. И даже там, где они и есть, они в основном постепенно уменьшают возраст детей, которых они к себе приглашают. То есть есть спектакли, например, от года, есть спектакли от двух лет. Нам хотелось, чтобы афиша фестиваля была наполнена спектаклями для разных возрастов. Ну, маленьких, но для разных. Вот, поэтому первыми, кого мы позвали, это Первый театр. Он так и называется, Первый театр. В Москве они занимаются именно бэби-спектаклями для детей от полугода. Очень интересные спектакли. Они привезут к нам три спектакля. Это песни для слонов, это бэби-мюзикл для малышей, спектакль «Вода», в котором будет настоящая вода, будут настоящие облака, дождик и так далее. И мы даже советуем обязательно взять родителям с собой сменную одежду для детей, потому что спектакль особенный. Вот, и последний спектакль, который они привозят, это «Улитка в домике». Эти спектакли отличаются от остальных спектаклей тем, что у них нет такого ярко выраженного сюжета. Но они наполнены всем чем только можно, и дети смотрят в восторге. Вот, а из именно традиционных театров кукол к нам приезжает Белгородский театр кукол, театр из города Сургут, театр кукол «Петрушка», Тульский театр кукол, который уже бывал у нас раньше, Тольяттинский театр кукол, Дзержинский театр кукол, Кемеровский театр кукол, летит к нам издалека, и Астраханский театр кукол. Вот такая обширная... География. Да, обширная география, и абсолютно разные спектакли. Абсолютно. В чем особенность самой художественной формы? Как сейчас Светлана сказала, что это спектакли, которые зачастую не имеют четкого сюжета, какой-то линии, это что, спектакль-импровизация? Это вот именно как раз направление, самое настоящее направление Бэби-театра. Это как раз новая форма в детском театре. Как выяснилось, как сказали люди, которые осведомлены в этом, не знаю, там, медицинские работники, психологи, все, кто занимаются этой проблемой, детям не нужен сюжет как таковой, им нужны яркие ощущения. Вот. И как раз эти спектакли и строятся на ощущениях. В этих спектаклях дети вовлечены целиком и полностью в игру. То есть там даже может и не быть главного героя, и не быть вообще сюжета как такового. Там может даже не быть кукол. Там могут присутствовать какие-то, допустим, времена года, какие-то явления природы. Там может присутствовать музыка, которая влияет непосредственно на детей. Дети могут потрогать воду, дети могут слепить что-то из муки, из теста. Дети могут что-то выстроить, создать весну, создать лето. Сделать так, чтобы появился дождь. И вот на таких ощущениях построены эти спектакли. Они просто чудесные, необыкновенные. Вот таких спектаклей в нашем репертуаре на подушках у нас нет. Поэтому мастер-классы, которые будут проводиться у нас не только Варварой Коровиной, но и Ольгой, и Юрием Устюговыми, про которых Света только что сказала, которые приезжают к нам и привозят три спектакля. Они тоже будут проводить мастер-классы, тоже будут показывать то, чем они занимаются, как они это делают. Поэтому участники фестиваля с радостью к нам едут. Они знают, что они получат здесь. Не только отдадут свое тепло и свою любовь нашим зрителям, но и получат кое-что взамен, что очень важно. В этом направлении театра мы еще пока новички. То есть это где-то на границах и арт-терапии, и театральной педагогики, и театропогружения. Потому что мне, например, не совсем понятно, как можно создать такой спектакль. То есть спектакль — это четкая форма художественная, которую придумают целый коллектив идейных авторов, целая команда театральная. Как это у вас происходит в театре кукол? А вот это какое-то другое вообще пространство. Это такая идея, которая просто потрясающая идея. Надо сказать, что за рубежом давно работают так. Таким образом построены даже по такой вот схеме, построены даже бывают и взрослые спектакли. Просто для нас это новинка, и мы этим не занимались так давно, как занимаются за рубежом. Поэтому мы учимся, хотим научиться. У вас ведь тоже все началось с одного спектакля на подушках. Сегодня уже в репертуарии пять. Пять, да. Это говорит о том, что есть на это спрос. Да, большой спрос. Именно поэтому мы и решились на этот фестиваль. Спрос есть, значит, мы должны следовать. Но ведь театр на подушках — это ограниченное количество зрителей. Ну, в условном, пускай, зрительном зале. У вас это будет в музее театральном вашем, да? Нет, у нас две площадки. Две площадки. Расскажем. У нас две площадки. Спектакли будут проходить на двух площадках, так как спектаклей много, а одни мало. А зрителей еще больше, мне кажется. Зрителей много, да. Поэтому часть спектаклей будет проходить уже в традиционном нашем музее, где мы оборудуем немного другую площадку. Это будет сюрпризом для наших зрителей, но в музее. А часть спектакля будет проходить прямо на нашей сцене. Мы переоборудуем сцену и пригласим наших зрителей прямо на сцену. Мы там постелим новые покрытия, мягкие, которые будут удобные. Да, принесем туда кучу подушек, пусиков и переоборудуем пространство полностью. Но создадим такую уютную атмосферу, и спектакль будет проходить прямо на сцене. Я хотела спросить Марину Ненадину, а вы видели те спектакли, которые приглашаете к нам? И кто вот уже на сегодняшний момент заслуживает особого внимания? Надо уже сейчас позаботиться о том, чтобы попасть на этот спектакль. И почему? Ну, это, конечно, вот первооткрыватели. Это, конечно, первый театр из Москвы. И, конечно, это театр из Москвы, который привезет к нам, кто живет в коробке спектакль. Это вот под руководством Варвары Коровиной. Это вот два театра из Москвы, которые являются первооткрывателями у нас в стране этого направления в театре. Я думаю, что вот на их спектакли надо... Надо сказать, что на спектакль «Вода» уже, по-моему, нет билетов. Уже нет билетов? Да. Вот остались еще немножечко билетов на Устюговых, на их спектакли. Вот эти спектакли как раз и надо... Я их не видела, потому что, ну, это авторские права целиком и полностью принадлежат, вот, допустим, Ольге и Юрию и Варваре. И они, конечно, целиком, даже на фестивальный показ они нам заранее не прислали. Только выдержки из спектаклей. И по выдержкам вот мы и судим. И по отзывам. А остальные, конечно, все остальные в традиционной форме, в традиционном стиле нам все выслали видеосюжеты свои, целиком видеоспектакли всего. Мы посмотрели. Спектакли очень достойные, интересные. Тем более есть классические названия, допустим, «Три медведя» Тульского государственного театра кукол. Я видела этот спектакль. Шикарный спектакль, очень интересный, забавный. Ну, то есть наши зрители, которые придут на любой спектакль, не придется скучать, это точно. Тем более количество зрителей, это как вот домашняя комната. От 30 человек до 15, по-моему. Да. Да, все. Это ограниченное, очень сильно ограниченное количество зрителей. Так я понимаю, нужно будет сменную обувь с собой брать? Обязательно. Наши зрители, которые бывают у нас, они уже знают об этом. Они привыкли к нашим правилам, понимают. Удивительная эта форма, театр на подушках. И, конечно, хотелось бы, чтобы побольше людей и ваших зрителей смогли побывать там. Но понятно, что в связи с такой семейной формой очень сложно будет попасть туда. Я предлагаю транслировать все спектакли на телеканале. Давайте. Давайте. И рассказывать об этом в эфире. Вообще, если говорить про планы на этот юбилейный год, то есть это одна из возможностей, так сказать, придать масштаб этому году, тем более еще и год театра в России. Какие еще планы у театра Кукла, Марина Геннадьевна? И это, конечно, не единственное такое вот событие в нашей жизни юбилейной. Конечно, у нас будет осенью еще один фестиваль. Это наш уже известный многим нашим друзьям фестиваль, который называется «Золотое колечко». Он будет третьим по счету. Он будет посвящен и году театра, и нашему юбилею. И, конечно, туда приедут наши друзья, которые уже заявки к нам поступают, и уже список наш пополняется участников фестиваля. Поэтому в сентябре мы откроем третий межрегиональный фестиваль «Золотое колечко» театров кукол. Это будут спектакли большой и малой формы, но, конечно, не ноль плюс. Это уже, как правило, от трех лет и дальше. И приедут и взрослые спектакли, взрослые тематики. Вот уже я знаю, что из Оренбурга приезжает очень хороший театр. И спектакль, который они привезут, я видела. Это взрослый спектакль по рассказам Зощенко. И поэтому я думаю, что он будет очень зрелищный, этот фестиваль наш. И на любой спрос, и все возрастные категории там будут учтены. Я так понимаю, что уже, поскольку третий будет региональный фестиваль, там есть уже завсегдаты, которые каждый год приезжают к нам. Кто эти театры? Есть, конечно, завсегдаты, но все равно отбор до конца еще не сделан. Мы все равно отсматриваем все спектакли. И по разным критериям, и техническим, и каким-то другим. И поэтому до конца еще афиши не готовы фестивальные. Но к нам уже традиционно приезжает набережный Челненский театр «Кукол», Волгоградский театр «Кукол». Ну, по крайней мере, 90%. И есть еще театры, которые уже не раз у нас бывали. Это и Тульский театр, и Чебоксары. Но, еще раз повторюсь, до конца фестивальная афиша еще не готова. Поэтому мы это пока прибережем. Ну, это будет повод для встречи на телеканале «Вариант». А пока сейчас вернемся к нашему театральному зрителю. Как вы считаете, сегодня на каком этапе развития находится Владимирский областной театр «Куклы»? Стали ли больше ходить зрители на эти спектакли? Стали ли интереснее спектакли? Хотя, может быть, этот вопрос не столь корректный. Но его литературная составляющая, его жанровая составляющая растет, развивается, восстанавливается все ярче? Ну, я хочу сказать, что возрастные рамки мы раздвинули, конечно. Сейчас, ну, как вы знаете, вот театр на подушках. От полутора лет мы рекомендуем. К нам приходят зрители с 11 месяцев. То есть это точно. Те, кто еще не сидят на подушках. Не сидят, они сидят у мамы на коленях. Вот. То есть нижнюю границу мы раздвинули. То же самое мы пытаемся сейчас раздвинуть верхнюю границу. Мы приглашаем взрослого зрителя. Мы проводим вечерние спектакли. Мы приглашаем к нам в театр всей семьей. Вечерние показы делаем для всей семьи. Также у нас появились и спектакли для взрослого зрителя. Такие, как «Матрёнин двор». Такие, как несколько лет уже спектакль «Верую». Спектакль «По Салтыкову щедрину». Синяя птица. Синяя птица. Тедди, который премьера этого года. Или прошлого года. Премьера прошлого года. Да, конца прошлого года. Вот такие спектакли, которые для нас это новое направление. Новый зритель. Новый зритель, который к нам идет. Да, конечно, мы будем стараться работать в этих направлениях. У нас появились новые возможности в связи с федеральной программой. Света, расскажи про федеральную программу. Да, федеральная программа дает нам право ставить спектакли, как сказать, более разнообразнее. Выбирать режиссеров, приглашать их. Потому что это другие финансовые возможности. По этой программе как раз и поставлено уже несколько спектаклей у нас. Такие, как «Тедди» и «Матрёнин двор». Это же тоже федеральная программа. Да, программа «Культура малой Родины». Да, вот. И мы имеем возможность приглашать хороших художников, хороших режиссеров, скажем так, дорогих. У детских театров, пожалуй, раньше никогда не было такой возможности. Вообще в стране. Вообще в стране около меньше двухсот детских театров государственных. Всего лишь. На всю нашу большую страну. И детские театры, конечно, до некоторых пор жили в плачевном состоянии. И вот в связи с последними событиями, с программой президента развития детских театров и вот с этой федеральной программой, которая появилась у нас года три назад, наверное, у нас появились большие возможности. Мы можем ездить на обменные гастроли чуть ли не на другой конец страны. Мы имеем право обменяться гастролями. Мы можем поехать на фестивали. У нас теперь как бы свои деньги есть на то, чтобы потратить их туда, куда мы хотим. И это как бы большая помощь, конечно. Спасибо большой федерации за то, что наконец-то обратили внимание на детские театры. Появилась возможность делать фестивали. И появилась возможность принимать у себя не один коллектив, а несколько коллективов. А ведь это начальная ступенька в развитии театрального зрителя, который потом созреет, перейдет на более глубокий, драматический вид искусства. А все начинается вот с таких подушек, коробок, с ковриков. Давайте еще раз наших телезрителей пригласим на этот фестиваль и коротко обозначим, может быть, как основные вехи мероприятий программы. Ну, мы, конечно, очень ждем наших зрителей на фестивале. И в первую очередь мы ждем в первый день нашего фестиваля на открытии. Фестиваль это будет 21 марта. Это Международный день кукольника. Это не случайно. Мы специально подгадали так фестиваль, чтобы он встал именно в эти даты. Мы открываем наш фестиваль 21 марта, Международный день кукольника. И пройдет он целую неделю, до 27 марта, до Дня театра. И кроме открытия фестиваля, у нас еще очень большое количество разных мероприятий для наших зрителей, которые уже традиционны. В день кукольника мы приглашаем наших зрителей сначала на эти мероприятия. Там будут и новые экскурсии, которые еще никогда не были. Будет кастинг у Карабаса-Барабаса. И самое главное, что наши юные зрители и их родители смогут даже побывать в кабинете директора. Ого! Да. Всех сюрпризов поскрывать не будем. Очень ждем. В 6 часов начинается День кукольника. И по завершению Дня кукольника в 19.15 мы откроем наш первый международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол «Малышок». Большим театральным капустником. Приглашаем всех. Там, кстати, будут анонсы всех спектаклей. Ну, кто знает, может быть, во время экскурсии найдется тот самый золотой ключик, который откроет вот этот вот волшебный мир театра бэби-спектаклей. Спасибо вам большое. Огромных успехов, большого будущего этому маленькому фестивалю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.